Стандартная процедура, зубная паста. Клубнику берешь, откусываешь и натираешь зубы. На бамбуковой палочке. Втором, по-моему. Думаю, что мне это не нужно. В стоматологических клиниках пропонуют сделать зубы бело-снижно-белыми. До ваших послуг лазер, химичное або фото-вотбеливание. Втім, как правило, это дорого и очень шкодливо для зубов. Очень сильная чувствительность развивается после первого, второго, третьего приема. И не всегда помогают. Мы, естественно, потом заботимся о зубах. Мы покрываем специальными вторлаками, но не всегда это сработает. Дешево и сердето отбеливайте зубы вдома. Однако тоже знайте миру. Первый рецепт – перекис водня. Смак неприемный, но метод щадный для емали и эффективный. Почистить зубы, добавить 20 капель перекису в 50 грамм воды. Это четверть склянки. Прополощить рот этим розчином, потом водой. В отбеливание зубов вугильням або золою – наистарейший народный засад. Можно использовать активированное вугильное. В размеленной таблетке обмакните золоженую зубную щитку и почистите зубы. Как вариант, можно добавить немного вугильное в зубную пасту. Сода – еще один хит домашнего отбеливания. Но стоматологи попереджают про безлич минусы. Отбеливание достигается не за счет вынимания из эмали, вот этого минерального белкового компонента, и заполнения, допустим, более белым цветом, а за счет чисто механического поверхностного убирания пищевого пигмента. И этим нельзя злоупотреблять. Почему? Потому что это приведет потом к дефектам эмали и гиперчувствительности. Найсмачнейший способ отбелить зубы – ягоды полуниться и суниться. Главное, передчасно не съесть реквизит. А так все просто. Розжували жменю ягод, походили с тією кашкою в роте кілька хвилин, потом почистили зубы. Домашнее отбеливание может триваться тижнями, зате воно щадить ваши зубы. На остаток додамо – зубная эмаль буває різных кольорів, и найздоровішою стоматологи вважають эмаль кольору слов новой кистки.